Марию Тюдор в относительно неплохом состоянии, более того, у него очень-очень хороший лорд казначейства, который о нем попозже поговорим, который смог справиться с большинством финансовых проблем, звали его Вильям Сессил. Так вот, Билл Сессил справился с большинством финансовых проблем, то в конце войны, то есть к началу 16 века, Англия имела такой бешеный внешний и внутренний долг, что наследник, продолжатель дела Елизаветы на английском троне Якоб Первый Стюард, был вынужден констатировать, что страна практически банкрот и надо что-то делать. А что можно делать? Деньги можно занимать, в том числе, внутри своей страны, а вот этим, начиная с начала 13 века, ведал парламент, и король стал попадать во все большее и большую зависимость от парламента, соответственно, его самодержавная власть стала уменьшаться, что, естественно, не могло не привести к прямому столкновению. Нарождающейся буржуазии, представленной в парламенте, которая боролась за свои объективные права, и отживающей феодальной монархии, которая со своей стороны боролась за свои права. Все это закончилось совсем нехорошо, потому что случилась английская революция, а королю Карлу Первому Стюарту отрубили голову. Так что мы могли бы смело назвать наш ролик сегодня, как война на море 1589 года привела к декаптации короля Карла Стюарта. Но так мы не назовем, потому что это, конечно, всего лишь частное следствие, хотя и важное. Ну, за упокой души Карла Стюарта. Дюма про эту хорошую книжку написал, кстати. Испания и Португалия, два главных насильника Переднейского полуострова, получили огромное богатство в Америке. Что это были за богатства? Понятное дело, это в первую очередь драгоценные металлы. Серебро в меньшей степени золота. Самое главное, конечно, драгоценный металл, который вывозили, было серебро. Кроме того, конечно, ценные породы дерева. Естественно, это шоколад, кофе, какао, которые стали вывозить из южного американского континента. Но это все было важно, очень важно. Но куда более важным средством обогащения стала работорговля. Потому что южноамериканский континент был не просто континентом, а он был континентом-донором, который поставлял разные ценные ресурсы, которые нужно было добывать или выращивать. Как выяснилось, местные индейцы, очень плохие работники, они в неволе дохнут. Тут же подтянулась католическая церковь, которая обосновала, что у индейцев есть душа, и это люди. А вот по поводу африканских негров, такими сложными вопросами никто не задавался. То есть, возможно, у них тоже есть душа, просто католическая церковь об этом не устраивала симпозиумов, насколько ясно. Ну, а раз законом не запрещено, значит, разрешено. Неграми стали торговать на промышленной основе, точнее, продолжили торговать, но теперь в это дело включились христианнейшие страны. То есть, раньше торговать рабами вроде как было не очень правильно, ну, а теперь вдруг стало можно просто потому, что приносило безумные деньги. Потому что нужно было отвезти на фактории Южной Америки рабов, негров, которые будут работать на местных рудниках, местных плантациях, вместо индейцев, которые, как я сказал, в неволе не живут. Ну, вот живут такие плантаторы и хозяева всяких серебряных и прочих шахт в Мексике, в Перу. Эксплуатируют несчастных негров, но негров туда нужно доставить. А доставить их можно единственным способом, на кораблях через Атлантик. И вот тут-то выяснилось, что богатство Испании очень сильно раздражает, в том числе, английских джентльменов. Кстати говоря, и их голландских друзей. Но, так как Англия находится в состоянии войны с Францией, причем давно, Испания находится в состоянии войны с Францией, причем давно, государство не может заниматься прямым рейдерством на торговых коммуникациях. А вот частная инициатива очень даже может. И началась эпоха пиратства, которая процветала как в Карибском регионе, так, естественно, в первую очередь около европейских берегов. И вот именно здесь, вот в этой точке, крылся будущий конфликт между Англией и Испанией. Потому что Испания зависела напрямую от поставок драгоценных металлов из американского континента. И ее американские владения напрямую зависели от поставок рабов, соответственно, из Африки, через Азорские острова. Там такая была отличная перевалочная база, которая принадлежала... ...